Всем привет! С вами Екатерина, мой канал Медфанатка, и сегодня у нас уютное чтение. Это новая рубрика, в которой мы будем с вами погружаться в книги, в литературу и прочее. Для первого дня я решила, что нужно будет устроить какой-нибудь такой уютненький вечер с треском леса на фоне, я в пижамке, с косичками, как бы свечка с нами. И сегодня мы будем с вами, такой будет полу-АСМРный вечерок. Надеюсь, понравится и будет весело, и хотя бы как-то интересно. Сегодня середина лета, и я подумала, что нужно взять книгу на первый раз, какую-нибудь такую более летнюю, веселенькую, светлую. Самое первое, что пришло мне в голову, это Фенни Флэг, жареный зеленый помидор в кафе Полустанок. Но эту книгу я все не нашла. Я не знаю, кто ее профукала. И так как я ее не нашла, я взяла что-то, мне кажется, тоже подходящее. Сначала у меня была мысль про вот эту книгу «Лиха, медь и мёд». «Лиха, медь и мёд». Что я говорю? «Лиха, медь и мёд». Так я могу так сказать. Но мне кажется, она такая скорее более осенняя. Это славянская фэнтези, мы возьмем ее с вами в следующий раз. И сегодня, что я подумала, тоже летняя книга, потому что повисование начинается летом. Это одно из моих любимых славянских фэнтези. Это «Ходящие в ночи», первый том. Не буду дальше вас отвлекать, давайте начнем читать. Это просто я обожаю этих двух девушек, которые написали книгу. Это Алена Хритонова и Екатеринка Закова. Мне эта книга даже подписана. Я ее прочитала на одном дыхании залпом. И также хочу с вами ее поделиться. Даже если вы не фанаты славянской фэнтези, если вы начнете ее читать, да даже если вы просто фэнтези не любите, если вы начнете ее читать, вы сразу погрузитесь в эту атмосферу. Здесь настолько продуманы до мелочей все детали, что просто невозможно оторваться. и я залпом ее буквально прочитала. Первую, там, следующие книги тоже. Это была вообще дикая история. Давайте не будем с вами долго болтать. Начнем читать. Так, да, о чем же эта книга? Начнем с аннотации. Я просто не... Не все книги, которые я буду вам рассказывать, которые буду читать, не все я их читала сама уже точно. Некоторые в процессе. Возможно, некоторые будут новинки. Мы с вами будем их вместе читать. Но эту я хочу перечитать еще раз. И чтобы не было спойлеров, я вам не расскажу, о чем она будет с вами погружаться, как будто бы с нуля. Как вот, когда вы берете книгу, с чего надо начать? Знакомьтесь с аннотацией, чтобы понять, понравится книга, не понравится, либо как там, что за мир. И так далее. Начнем с аннотации. Каждому в жизни дается выбор. Но что делать тому, за кем выбор приходит сам? Внезапно и без шанса на отказ. Что делать, когда дорога к мечте оказывается залита кровью, а ты сам себе порой кажешься куском мяса? Как быть, если мечта умирает, оставляя после себя столько пустоту? Нельзя стать ротоборцем и ни разу не убить. Нельзя быть колдуном, не соприкасаясь со смертью. Нельзя выучиться на целителя, не разрезав живую плоть. В этом мире быть обережником значит познать жестокость, грязь и боль. Но любовь выдержит все, даже то, что не в силах выдержать рассудок. В общем, это мир, в котором есть, как я понимаю, это мир где-то до крещения Руси, когда есть разные боги. то есть, тут нет именно Руси, здесь просто как-то абстрактное славянское государство. Здесь нет тех богов, к которым мы привыкли, Перун, Велес, Макош, все эти, тут этого нет, не упоминается. Здесь есть свой мир для того, чтобы, как сказать, здесь есть и кровососы, и кровопийцы, и нафь, и яфь, в общем, весь этот мир, к которому вы привыкли к славянскому, к которому вы знакомились, возможно, в детстве, когда фриклор изучали, еще в школе. Здесь все это есть, но показано не как мы привыкли. Здесь есть такая как бы крепость, цитадель, в которой происходит обучение юноши и девушек, у которых есть дар, и их, за ними приезжают их наставники, будущие, за ними приезжают, ездят по селам и весям, везде они их разыскивают и собирают себе в цитадель, чтобы обучить там на колдуна, лекаря или обережника, ну, точнее, ротоборца, то есть, ну, воина. Все они обережники, как бы, вот такая, да, такой там слог, такая речь. Все, начнем читать. Пролог. Хорош выдался цветень, первый месяц лета, дивно хорош, теплый, погожий, ненастные дни по пальцам пересчитать можно. Нынешний же и вовсе был на загляденье. С утра пролился стенной дождь, прибил пыль, вычернил могучие бревна тына и тесовые крыши исп, оставил по тропинкам блестящие лужи, а после солнышко выглянуло благодать. Во дворах в весе еще царила тишина, но уже тянулся над поселением дым очагов. Скоро возрастятся слова охотники, молодежь придет с репища, дети из лесу. Тогда и оживет деревня, рассыпется тишина на голоса, смех, вискрики, радостный собачий лай. Летние дни длинные, светлые, ночь на пороге едва ступит, едва крылья свои черные над миром раскинет, а утренняя зорька уже из затылок дышит. Всегда бы так. Дед Врон, опираясь на крепкую клюку, сошел с крыльца и поковлял скамье, устроенное нарочно для него в тени старой яблони. Здесь старик тяжело сел, прикрыл воспаленные глаза и поставил в морщинистое лицо щедрому солнцу. Хлопнул две резьбы. По двор выбежала девчушка весен восьми. Путаясь в подоле рубахи, она подлетела к блаженствующему старику и силе сказаться взрослой проворчала. «Ты, деда, долго не сиди, а то стемни, скорехонько!» накинула на согребенные плечи душегрейку и упрохнула обратно в дом. Иега за таянной нежностью пришептала вслед внучке Врон и вздохнул, когда подумал о том, что не увидишь ему, как придут за зарянкой схваты. Не дожить. Ветер ласково перебирал седые волосы. В яблоневых ветвях сверстела птица. Хрипло покричал петух. «Хорошо!» Скрипнула калитка. Дед очнулся от дрем и открыл слезящиеся глаза. На двор с улицы зашел соседский парень, молодой, да только ноги едва переставлял. Горбилась некогда прямая спина, в смельных волосах истреблилась седина, а глаза были потухшие. «Мира в дому!» Острякович, негромко молдил вошедший. «Мира карет!» осветил старик и подвинулся на лавке. «Садись!» «Что?» «Мает на тебя!» Гость опустился на скамью и кивнул. Врон посмотрел на него с жалостью. Уж полгода миновала с той поры, как запутал карет во время охоты в лесу и не смог вернуться в деревню заседла. Как голосила тогда его мать, как билась в избе, как прочитала. Единственная сына забрала проклятая ночь, единственная мужчина украла из дома. Едва рассвело, все деревни отправились на поиски, хотя знали, найти не удастся. Так и вышло. На охотничьем заимке парень не ночевал и куда делался, не хотелось даже гадать. Но седмицу спустя обернулся карет. Приди он ночью, не пустили б, но молодой охотник явился белым днем. Первым заприметила усталого путника ребятня и свизгом кинулась по дворам сохраниться. Лишь мать не побоялась выбежала навстречу, повисла на шее, рядая и прочитая. Вот только словно мертвый был сын, ничего не говорил, смотрел в пустоту и стоял, попустив руки вдоль тела плетьми. Зазвали его в дом к знахарке. Так глядела несчастного, но не нашла ни единой раны на белом теле, ни единого синяка. Лишь деревянный оберег, висящий подрубахой на шнурке, был словно изгрызен чьими-то острыми зубами. Сколько не расспрашивали парня, не говорил тот ни слова. Бедную мать отговаривали пускать его в дом, но та заупрямилась. Мол, лучше всей семьей сгибнем, чем родную кровь оставлять ночью за порогом. Пощаясь, сегодня сгибла семья, мало по-малу обошел вкарет вкарет в ум. Но что однако с той поры словно жизненный огонь погас в молодом крепком и прежде смешливом парне. Первым женихе в деревне ходил он теперь едва волоча ноги и никакой работе не был способен. Не держали никогда сильные руки ни топор, ни плуг, ни рогатину. Говаривали будто карет скоженный, мол, зачаровал его кровосос и не будет теперь горе охотнику ни жизни, ни радости, пока не скинет он в себя злое колдовство или пока не возьмет себе ходящих в ночи в новую жертву. Ох, как боялась весь. Едва солнце к горизонту начинало клониться, по всем избам хранились. Но прошло уже полгода, а люди в деревне хвала хранителя не пропадали. Городу делалось то лучше, то хуже, но только прежним он все одно не стал. Мудрно мне дедушка, сказал наконец парень, с трудом вытолкивая слова. Страшно. Врон промолчал, раздумываясь о чем-то своем, а потом заметил. Ты допреж трусом не был. Не был, негромко произнес собеседник. Но допреж так не боялся. Допреж и страх побеждать умел. А теперь разучился, слаб сделался. Врон улыбнулся. Тю, будь страх противником легким. Ни одного труса поносить не осталось. Так ведь только страх карет человеку не просто так даден. Хранители не зря упредили, что любая живая тварь бояться должна на пользу. Но есть страх стыдный, а есть простительный. Как это? Безо всякого интереса спросил парень. А так, вот нежити ночной бояться стыдно, нет? Как же ее не бояться, если человек с ней совладать не умеет? комар летает? А простите. А поступки дурных стыдно бояться? Тоже нет, ибо какой это страх, если совесть наша тревожится? А пройти мимо слабого, побоявшись его защитить? Стыдно? Еще бы. А самому слабости ведь то-то. Видишь, сколько их страхов разных? И все со смыслом. Так что не всякие перебороть нужно, а лишь тот, который человека гажа делает. Согбенный парень грустно ухметнулся и сказал, просто у тебя одет все, только не так-то это легко перебороть. Столик кивнул, А ты как думал? Победить всегда трудно, на то мужество надо, но мужество только от любви прибывает. Любовь сила полноводная, ради нее лишь страхи забывают, она и душу исцеляет. Карет служил старика и глядел в пустоту. О чем он крученился, пойди угадай. Но уже к ночи пропал парень бесследно. Не нашли его ни на следующий день, ни через седмицу. Только Горька прочитала мать, доплакала Зарянка, которая обещала ей смастерить соломенную куклу. Здесь книга о чем? Днем в деревнях все хорошо, но как только заходит солнце, из леса выходят ходящие в ночи. Кто это? Какие они? Почему они выходят? Что происходит? Почему их так боятся? Что за талисманы? Почему накладывают чары на дома, чтобы к ним не ходили? Про это дальше. Зима в этом году стояла холодная и снежная. Поутру, пока от дома до ворот тропинку расистишь, замаешься. А стужа такая, что дыхание перехватывает. Лиса возвращалась от колодца с двумя полными ведрами, вода, в которых уже начала схватываться ледком. Резкий ветер дуб в лицо, мешая смотреть, обжигая щеки. Дай, помогу. И ведра только-то такие тяжелые, вдруг стены невесомыми. Девушка оглянулась, струном разлепляя смершиеся ресницы. Высокий, широкопречий парень в овчином тулубе перехватил нож и улыбнулся. Лицо у него было круглое, курносое, простое. Самое лучшее в мире лицо. Лизанна зарделась. Мерута давно запал ей в сердце, а она нравилась ему. И весной, возможно, он придется с фатами. Нет, невозможно, точно придет. От этой мысли на душе становилось тепло-тепло, и даже обжигающий ветер не мог осудить горение сладкого пламени. Шли молча, да о чем говорить, все они друг от друга знали все. Он сын кузнеца, она дочь гончара. Не самая завидная невеста, чего душой кривить. Семья не шибко богата, скотина немного, зато детей семеро по лавкам. И она лица самая взрослая. Была у нее сестра старшая, но тот, но вот уже четыре года, как пропала зарянка. Вечером в прозрачных осенних сумерках провожал ее жених до дома. Всего-то надо было дойти до одного двора, до другого. Так оба изгинули. Искали их наутро, звали, кричали, надеялись спасти несчастных деревня, деревянные ладонки обереги. Нет, только собаки беспокоились и выли. Вызвал тогда деревенский староста обережника, чтобы защитить поселение от возвращения двоих влюбленных. Недешево обошелся хранительный обряд. Так недешево, что не сыграл в тот год ни одной свадьбы. Не на что было перерепировать, едва дотянули, перебираясь прогулать до нового урожая. Исана до сих пор помнила колдуна, высокого, бледного мужика, облаченного в серую, как дорожная пыль одежу. Он тогда посмотрел на ревущую, втрежущую девочку такими холодными неживыми глазами, что у нее подкосились ноги. Даже дать забыла. Хотя как не плакать, когда родная сестрица вместе с женихом обратилась в нежить и в любой миг сможет возвратиться на родимый порог, стонать, скрестись под окнами, смеяться диковинным смехом или же со слезами звать родичей, чтобы взглянули из избы. Зато после обряда, проведенного наузником, в деревню стало спокойнее. Теперь обережный круг, очерченный друг тына, уберег от нечисти все поселение. Даже в потьмах можно было выйти во двор, а то и дойти до соседней избы. Конечно, по-прежнему мало кто осмеливался, но все все равно было так спокойнее всем. Мерута из всех храбрецов на деревне первый, рассказывал лисане, как наспор ходил ночью аж до самого колодца. Сердце едва не лопнуло, но никто парня не тронул, хотя он клялся потом, будто слышал зарянутый голос, зовущий из отына. Отец после такого надавал сыну за трещин и целую седмицу не выпускал из кузни, работой выбивал дурь. Ибо все знали, не спасет охранное заклятие, если поманит жертву лишающий разума за входящего. Добро, коли висит на шее заговоренный оберег, а коли нет, выбежишь на волкалака или кровососа станешь добычей. Да, всякое случалось, потому каждый помнил с наступлением ночи, если захочешь остаться в живых, из дома ни шагу, богат ты или беден, но серебро на защитных обрядах для жилья тыщешь. У кого достаток позволяет, те заговаривали целые подворья. Если же беден был всего лишь на дом, но дом этот делался укрытием и для скотины, если смело, если такая имелась, и для людей. Когда у отца дела шли совсем плохо или когда год был неурожайный, в доме Лисанины семьи снились за перегородкой и коровы с теленком, и коза, и десяток кур, никуда не денешься. То ли дело с семьями Руты, у них, у каждого есть дорогой оберег кладонка на шее, заговоренный на защиту от зова ходящих, не на год, не на два, а на целых весен пять. И кузня, и дом, и все подворье их осенено особым наговором. А вот у соседей ложечников с окраины денег не водилось потому, что когда померла в их семье бабка, не на что было пригласить колдуна шептать покойницу. Похоронили ее за буевищем, ибо знали поднимется. Так и случилось. Встала старая через два дня и несколько седмин сходила вокруг подворья, скрижащим голосом звала сына. Пришлось тому продать корову, чтобы утихамилить мать. Но долго еще малые дети в доме бондаря кричали во сне. Все, казалось, им скребется бабушка во дверь, хочет войти и загрызть. Чего только не бывало, да, думала обо всем этом леса, наедя к дому, а сама рука сама с собой тянулась к кладунке, всящей на шее под исподней рубахой. Ни у кого в ее семье не было такой заговоренной отзовы кровососа. Этот оберег подарил мир Гута на праздник первого льда. Но вот показались родные ворота. Девушка остановилась и обернулась к провожающему. Тот нес огромный веер без малейшей натоги, а сам глядел счастливыми глазами на шагающий вперед впереди подругу. Хороша. Русая косича толщиную в руку спускается из-под платка на спину. Щеки на бледном лице полыхают румянцем, но синие глаза под белыми от ини ресницами смотрят открыто и прямо. Давай, протянул Лисана, руки в меховых руховичках собираясь забрать у парня ведра. Тот покачал головой и поставил ношу в сугроб у тропинки. Девушка залилась краской, но молодой кузнец не смутило. Он зажал пригожую спутницу между забором и опушенным снегом кустом калины взялся целовать. Наконец задыхающаяся Лисана вырвалась, подхватила ведра и кинулась прочь. Кинулась прочь с ведрами воды прям побежала два ведра бежать ух сильна. Минута засмеялся. Скажи отцу снег сойдет сватов пришлю весь закрикнул вслед. А девушка хлопнула тяжелой створкой ворот и с обратной стороны приводилась к ней силе совладая с дыханием пряча плавящее часть лицо в ладони Скорей бы. Долгожданная весна выдалась унылая, затяжная. Проклятые сугробы никак не таяли. И хотя из овчинных пошибков уже давно перебрались шерстяные свитки назреватый снег еще лежал плешинами то тут то там а до дни тянулись серые ветреные пахнущие прелые обнажающие все землей. Гончар Юрдону ждал сватов досадуя весенний сгород голодный старый урожай почти подъели а новый еще не засели то ли дело лета но кузнецову сыну похожа страсть как хотелось обневеститься нынешний день первый за все предыдущие седмицы радовал солнцем и теплом наконец-то весна не блазнилась явь пришла Лисанна убирала в хлеву когда услышала оживленные крики с улицы неужели из предупреждения разве так можно сердце обмерло из этой питала девушка метнулась прочь и стоила сжимая в кулаки деревянный берег подаренный Мерутой когда Лисанна высунула за ворота на улице на сером в яблоках коне неспешно ехал незнакомый всадник в черной одежке рядом торопливо клане семенил староста дива с чего бы чужаку такая честь но тут порыв весеннего ветра сорвал спутника на голове накидки открыв пепельноволосую короткостриженную ногушку крев да неужто как есть обережник из цитадели вон и меч видать приехал сказать выучей Лисанна зачаровно смотрела в спину удаляющуюся чужину уже к полудню весть о приезде посланника крепости разнеслась по всему колодку в воздухе повисло ожидание велика будет честь для деревни если креп найдет осененного дара и заберет с собой выучить цитадели становились либо целителями достаток и почет до старости либо колдунами этих боялись но и в чести не отказывали либо ротоборцами жизнь у защитников была суровая и короткая однако сытная и уж когда надо или уж когда чудо науку примет да опоясано будет оно родное поселение станет платить осененам за требуя только половину цены подспорье но в невеже лисанину весь креп в последний раз приезжал пять весен назад и уехал ни с чем на утро следующего дня всем было велено явиться к дому старосты и предварить с собой детей семья гончара юрдона тоже собралась посмотрели на диковинного гостя было любопытно лишь лисану оживущая ожиданием сговора думала о посланнике цитадели меньше прочих снег почти сошел скоро постучатся в ворота сваты кузнецов сердце сладко замрало от ожидания солнце перевалило за полдень когда настала очередь лисаниной семьи показывать обережнику детей креев сидел у печи креев это не имя это просто наставник креев сидел у печи прижавшись спиной к теплому камню девушка удивилась вроде не старый а лицо не то что уставший но какое-то она не могла объяснить мужчина оказался лазерный крепок не такой дюжей как Мерута но куда там кузнецу даже с его пудовыми кулачищами против такого жесткое лицо заросшее колючей щетиной было лишено всякого выражения а в глазах в глазах пустошь мертвая никогда до преж лисана не видела такого тяжелого взгляда не отражалось в нем ни чувств ни искорки веселья ни любопытства ни усталости ничего и глаза были без всякого выражения смотрящие из-под черно прямых бровей такими же серыми как и паспорт на зиме неба и такими же холодными а правую щеку крефа уродовал белый рубец неровного шрама взор обережника скользил и по лицам вошедших и на лисане вдруг остановился в благоговерной тишине прозвучало негромкое подойди девушка отспенела от ужаса показалось ей в тот миг будто креф умеет читать мысли и сейчас пристит ее при всех что осмелило задуматься о выражении его глаз и росту лица сколько тебе весен несчастная молчала не в силах выдавить ни звука ты не мая лисана испуганно замотала головой господи она срабела вступился отец обережник на него даже не взглянул и так еще раз сколько тебе весен сговоренная проглотив застрявший в горле ком девушка наконец ответила семнадцать нет не сговоренная я просила подойти ой она шагнула вперед но будто невидимая упругая стена выросла между ней крефом лисана собрала в кулак всю волю продавливая диковинную преграду в серых глазах примутнуло удовлетворение ты когда-нибудь дралась последовал неожиданный вопрос девушка снова кивнула и чувствуя в себе сил заговорить в силу говорить взор равнодушных очей обратился на отца юрдон моргнул не понимая к чему такие расспросы и покаян ответил господин она спокойная девка но пару раз было лисана виновата потупилась еле невысокая мягкая словно шанешка с нежными румянцами на лице и белочистой кожей славится как задири таким более пристало сидеть у окна с вышиванием добежать до звона в ушах в виде мыши но ведь и правда однажды на ярмарке в соседнем селе сцепилась знакомым мужиком который пытался подрезать у матри кошелек кто бы мог подумать но тощей девчонке под летку осталось сил не только шунуть вора на землю но и ударить так что сам ел и в себя пришел лишь после ведра воды вылитого надурную голову а второй раз второй раз она проучила Меруту когда он медведяще полез на вечерках ее потискать а что рост мне велика но женская статья вышла тогда я садила лиса на будущего жениха на отмыш удали в кулаком по лицу как только зубы целые остались в тот памятный день впервые молодой кузнец посмотрел на нее с восхищением ее значит любит ужас тем временем крев глядел смущенную девку и сказал это слова камня упали в тишину горницы у лиса на сердце ухнуло в живот а потом подпрыгнуло горло как это почему у нее сговор скоро она сватов ждет выезжаем завтра на рассвете родители и сестры в дневом изумлении уставились на будущую выученницу цитадели а та стояла и чувствовала как раскачивается под ногами дощатый пол из дома староста девчушка вышла словно во сне очнулась лишь в родной избе когда мать прочитая начала собирать вещи в верстиной короб только тогда дочь горько расплакалась повалившись на лавку тут же загласила родительница а следом в разнобой отозвались молодшие хватит вам убиваться как попокойница рявкнул отец стараясь скрыть растерянность за суровостью не нас мы отдаем научение воротиться лучше чем была не ревите на золоте есть и спать будешь дуреха такая участь тебя выбыла увы дочь не слышала этих мудрых увещеваний уткнувшись лицом в ладони она продолжила рыдать но плакала не от того что придется ехать далеко от дома к чужим людям на несколько весен а от того чтобы что было у нее мирута расставание с которым казалось не пытка даже смертью как случилось что привычная размеренная жизнь вдруг развалилась на обломке отчего не явился этот крев годом раньше и сама в ту пору от гордости бы лопнула что ее выбрали так нет принесла нелегко его нынче накануне святовства и не ехать нельзя словно осененного закон откажешь ни один обережник ни за какие деньги не придет больше на помощь весе хоть золото массовь его потому не могла лицом воспротивиться оставалось только плакать и собирать в кузов вещи которые единственные на чужбине могут будут на тенане мадонны амируто не пришел когда он узнал что любимый забирав циталь так у него уже стемнело думаю на этом нужно остановиться мы с вами на 21 страница и дальше дальше будут набрать еще обережников сейчас уже у нас пол двенадцатого ночи я думаю в следующий раз мы с вами читаем либо эту книгу продолжения доступная в ну и хочу читать с вами фрагменты доступные свободным доступом чтобы вы могли тоже ознакомиться со мной может быть параллельно читать если вам понравится то книгу обрести себе тоже или если нам с вами вместе не понравится тогда мы будем с вами как-то ну думать дальше так что чтобы нас с вами еще за авторские права не наругали мы будем читать только фрагменты если книга будет например не российского авторства либо какая-то классика которую можно купить и так условный достоевский или война и мир условный у нас есть куча других примеров намного веселее и бодрее тогда мы естественно будем читать ее полностью а так пока на этом завершим надеюсь вам было интересно дальше будет еще больше погружения в эту книгу естественно я читаю не идеально потому что вслух довольно сложно это делать я ошибаюсь где-то делаю неправильное дальнее но надеюсь вас это не смутило буду с вами учиться это делать дальше больше с опытом пройдет все и как бы да и надеюсь вам книга понравилась как и мне и вас завлекло это повествование сам слог то что они называли не неделя а седмица там не село а весь то есть именно те слова которые такие знаете старорусские мне это очень понравилось погружаешься полностью в атмосферу и дальше просто я не могу отправлять словами но мне эта книга вызвала столько восхищения восторгу что просто ни одно славянское фэнтези которое я читала раньше и пока сейчас они у меня есть в купленных книгах я пока еще не читала лучше поэтому желаю вам прекрасного вечера до скорой встречи и не забудь подписаться тут внизу всякие мои соцсети читайте хорошие книги ценовой до скорой встречи Продолжение следует...